день добрый дорогие друзья здравствуйте ну вот мы с вами встречаемся в очередной раз продолжаем разговор о нашем здоровье и как же раз пытаюсь сформировать для вас программу и все время оказываются какие-то вопросы которые не очень понятны видимо к изначальному необходимо вернуться обернуться на первоначальную идею всего всей этой нашей программы начну с вопросом вопрос такой от ника ник хочу обратиться к вам вот с каким вопросом сыну 15 лет был поставлен диагноз s-образный сколиоз второй степени через полгода это уже был был три сколиоз третьей степени с февраля наблюдаемся в ортопедическом центре в городе санкт-петербург круглые сутки в корсете каждый день гимнастика в сентябре сказали что есть небольшие улучшения можно ли с помощью прикатора кузнецова решить эту проблему или хотя бы улучшить коротко сразу можно с помощью прикатора кузнецова улучшить эту ситуацию можно надо можно ли решить вот тут я так вот категорично ответить на вопрос да или нет не могу не будете ничего делать кроме прикатора кузнецова особо улучшение будет но режим проблем не решите если кое-что еще предпримите то можете решить эту проблему может все зависит от того насколько точно и насколько методично вы будете выполнять те те условия которые которых я скажу и начну я вот с чего сколиоз спастика присутствует сосудистая недостаточность она тоже присутствует а с сосудистой недостаточностью к сожалению великому приходит к нам очень неприятная вещь недостаточное снабжение кровью самих позвонков мало позвонков еще и дисков которые находятся между позвонками позвонками те самые пружины которые держат наш позвонок и видимо проглядели мальчика по проглядели но в возрасте хотя бы пяти шести лет с тем что можно было достаточно серьезно этому вопросу понять каким образом можно вот эту ситуацию попробовать поменять понимаете я сейчас не беру не гимнастики корсет корсет на мой взгляд в этой ситуации хуже не придумаешь потому что корсет не снимает самых главных проблем я имею ввиду вот тот самый кровоток работу капилляров работу мелких сосудов обеспечивающих жизнь позвоночника и позвонков и дисков межпозвоночных и возникает такая малоподвижность поэтому на мой взгляд для того чтобы решить эту проблему нужно делать следующее первое 14 лет мальчику значит аппликатор кузнецова обязательно чем каждый день и и каждый день по часу полтора и делать это нужно ну в силу того что было бы очень хорошо если бы мальчик начинал свой день с аппликатора кузнецова с аппликатора кузнецова но на аппликаторе кузнецова он должен лежать по крайней мере где-то около часа около часа это прежде чем пойти уже искать на все процедуры и все остальное после того как у него такая вот большая пауза возникает в течение дня нужно снова прикол лечь на аппликатор кузнецова очень тепло укрыть укрыться и обязательно к ногам грелку и так он должен лежать где-то час полтора обязательно это второй раз к этому мальчик привыкнет довольно быстро я до капли к аппликатору кузнецова и тут ситуация знаете какая к сожалению великому здесь нужен аппликатор металлический без металлической иглой он это аппликатор не травмирует никаких проколов на коже не будет никаких так сказать проблем связанных с грыжами с какими-то еще проблемами с тем же сам сколиозом не будет не будет возникать никаких проблем привыкнет и обыкнется достаточно быстро надо просто мальчику объяснить что лежать на аппликаторе трудно первые две минуты первые две минуты тяжело ну привыкнуть тяжело вот а дальше эта боль от аппликатора от самого от игл который есть в этом аппликаторе отходят в сторону уходит и человек лежит спокойно как у себя на диванчике может даже заснуть пусть себе на здоровье спит вот это очень важный момент почему аппликатор называют еще иначе релаксатором то есть он освобождает мышцы которые где толстые мышцы которые держат позвонок держат позвонки держит позвоночник целиком понимаете поэтому и здесь и в силу того что эта спазма с меня убирается снижается вот этот вот тонус этих спазм уходит вот тогда надо потихонечку потихонечку обязательно вот эту ситуацию сделать привычный, сделать привычный, поэтому за один раз не получится, я думаю, что это достаточно долго нужно делать, достаточно долго, но по сравнению с тем, сколько времени вы потратили на врачей и все остальное, я думаю, что это вполне приемлемо, где-то около месяца, около месяца. Второе, что нужно сделать? Понимаете, улучшить кровоток можно, улучшить кровоток и в самих суставах, потому что надо помнить, что суставы кости сами и хрящи и диски эти, они живут за счет того кровотока, который возобновляется, существует, и чем активнее этот кровоток будет, тем лучше, тем лучше, потому что вместе с кровотоком приходят те самые необходимые вещества, необходимые вещества, которые помогают как бы доформировать этот позвоночник и вот ту часть, где у вас сколиоз. Что еще нужно к этому? Вот для того, чтобы это питание было богатым для него и с тем, чтобы организм для того, чтобы укрепить кости, сделать их прочными и избежать вот этого, этого изгиба, нужно, чтобы кровь приносил достаточное количество питательных веществ. Что это такое? Что я могу посоветовать в этой ситуации? Пищевые добавки, которые сегодня есть по поводу хондроитина и всяких остальных вещей, лучше не применять. Самый простой вариант и самый хороший – это костный бульон для этого мальчика, который он должен выпивать три раза в день или выпивать теплым и лучше всего теплым, конечно. Нет такой возможности, значит, в виде желе или в холодном даже виде, но обязательно выпивать. Костный бульон готовится 48 часов без перерыва, это надо помнить, это не холодец и это не хаш, о котором я все время говорю, а костный бульон – это несколько другая формация, при которой кости, которые мы используем для приготовления этого блюда, это питание для человека по-настоящему, больше ничего. Но самое главное, что в этом питании есть все необходимое для того, чтобы позвоночник стал потихоньку эластичным, чтобы он спокойно гнулся, чтобы не было никаких изломов и с участием аппликатора потихонечку принимал то положение, которое положено нормально сформированному человеку. Значит, костный бульон готовится, я уже сказал, 48 часов, и поэтому надо быть очень внимательным и очень следить за этим. Причем костный бульон, к сожалению, великому нужно будет пить в течение месяца, и в течение двух, и в течение трех месяцев, поэтому его готовить можно по-разному. Можно на этом костном бульоне делать супчик, можно варить кашу, можно его делать просто со специями и пить как бульон, пожалуйста, по-разному можно поступать в этой ситуации, но это одна из самых необходимых вещей. Что еще? В силу того, что это все-таки, как называется, проблема позвоночника, причем такие довольно локальные, довольно тяжелые, поэтому что здесь еще можно делать? Можно делать массаж, конечно, ортопедические, всяческие упражнения на этот счет, все можно делать. Самое главное, чтобы позвоночник откликался на них, понимаете, откликался на них, это самое главное. И вот в этой ситуации очень хорошо мальчику не навредит пить в качестве чая, в качестве чая петрушку. Заваривать нужно так две столовых ложки петрушки на целый день. На целый день. Для чего? Ну, во-первых, петрушка это противовоспалительная, во-вторых, это такое небольшое, мягкое, мочегонное. А для чего нужно мочегонное? Для того, чтобы выносить из организма дополнительные соли. Вот что очень важно. Ведь что получается? Тогда, когда не работают сосуды, особенно капиллярная часть сосудистой системы спины и позвоночника, она не работает в этой ситуации никак. Возникает ситуация, при которой вот эти соли, которые он съедает с овощами, даже с самой здоровой пищей, дело не в этом, она начинает откладываться в виде наслоения на позвоночнике. Вот тот самый остеохондроз, он становится как бы дополнительной причиной, которая закрепляет эти изменения в позвоночнике, в позвоночном столбе, о которых вы говорите. С-образный изгиб. Значит, тогда мы к этому, к костному бульону добавим чай из петрушки. Чай из петрушки. Два стаканчика, два стаканчика в день. Два стаканчика в день. Ну, с точки зрения состояния мочевыводящих путей будет очень неплохо. Петрушка поможет ему и с точки зрения желудочно-кишечного тракта, что очень важно. А самое главное, петрушка потихонечку, медленно, к сожалению, медленно, но это и очень важно. Ему всего лишь 14 лет. Медленно, но будет приводить в порядок минеральный обмен в организме, что очень и очень вот в этой ситуации важно. Понимаете, вот эти вот три вещи, даже не три получается, аппликатор, костный бульон и петрушка. И великую помощь вашему ребенку будут оказывать скепидарные ванны, которые в 14 лет уже делать можно. Скепидарные ванны. Как они должны делаться? Ну, во-первых, если это Санкт-Петербург, там есть центры, которые занимаются скепидарными ваннами по Залманову. Есть центры. И можно поехать туда и для ребенка получить консультацию для того, каким образом проводить эти ванны. Чрезвычайно такой серьезный момент. Потому что, на мой взгляд, эти скепидарные ванны надо проводить не через день, а через два дня на третий. Но в силу того, что там достаточно большой комплекс уже существует, уже ортопеды работают, уже физиотерапевты работают, уже гимнастику человек делает. Все как на то и сделает, как положено. То, что ему назначают врачи. Ему надо позаботиться о своем собственном здоровье. Вот это ему надо объяснить. Ему надо самому позаботиться о своем собственном здоровье. Гимнастика не помешает. Физиотерапевтические какие-то ортопедические манипуляции тоже не помешают. Они будут помогать в этой ситуации. Активнее вот это вот движение, о котором я говорю, с точки зрения восстановления, кровоток, особенно капиллярного кровотока. Здесь лучше скепидарных ванны ничего не найдешь. Ничего. Вообщем, надо все-таки иметь в виду, что позвоночник очень серьезный, очень серьезный орган в нашем теле. Не только потому, что на нем практически на позвоночнике мы все целиком находимся, целиком находимся. Но самое главное, это автоматическая станция передачи нервных импульсов. Поэтому тут с ним надо обращаться очень аккуратно и хорошо. И то, что ортопеды им занимаются, это замечательно. Но вот петрушка, костный бульон и прикатор Кузнецова замечательно в этой ситуации будут на помощь и ортопедам, и той гимнастике, которую он делает. Это второй момент. А скепидарные ванны – это восстановление капиллярного кровотока. Вполне возможно, что вот такие проблемы ишемического толка есть не только по позвоночнику, не только по позвоночнику, но еще и по органам. Потому что мы знаем, что проблемы позвоночника всегда сказываются на функциях внутренних органов. Что у него происходит с почками, что у него происходит с печенью, что у него происходит с кишечником. Вы же об этом не написали. То есть, вы просто рассматриваете позвоночник как выделенный вот в сторону, отдельно от мальчика, некий орган, с которым надо заниматься. Но дело все в том, что с позвоночником так обращаться нельзя. Потому что позвоночник – это та структура в нашем организме, которая обеспечивает жизнь всего. И реакции всего нашего организма, и на уровне биохимии, и на уровне обменных процессов, и окислительно-восстановительных процессов, и, безусловно, формирование мышечного скелета – все подчинено нашему позвоночнику, костному мозгу. Поэтому надо обязательно с ним аккуратно обходиться, его хорошо питать, его хорошо обеспечивать свежим кислородом, свежим питанием, которое есть. Потому что, там, где наверняка есть вот эти вот ишемические состояния, напряжение, тонус мышц, спастика, там обязательно будут отеки, значит, там обязательно будут возникать воспалительные процессы, значит, обязательно мальчик будет испытывать боль. Это понятно. Боли утоляющие и все остальное ему в этой ситуации мало чем помогут. Понимаете, надо все… Вот этот уровень, объединяющий его организм и позвоночник, надо соединить. Так вот, то, о чем я сейчас говорю, это попытка соединить, не убрать из организма позвоночник и им заниматься, а заниматься всем организмом, включая позвоночник. Или нацеливаясь на позвоночник. Вот это, наверное, самое главное. Понимаете? Можно подвешиваться, можно ходить в бассейн и делать гимнастику, там водную гимнастику. Можно все это делать. Но то, что я сказал, это вот самые простые необходимые вещи, которые восстановят движение жидкостей, движение лимфы, движение крови. В том числе и капиллярные в обязательном порядке. Без этого невозможно. Костный бульон даст дополнительное питание для формирования позвоночного столба и дисков, и хрящей, которые там есть. Все оно и есть. Соединительные ткани, которые там есть. Будет потихонечку эппликатор Кузнецова будет релаксировать и снимать те напряжения, которые есть. Именно потому, что эппликатор Кузнецова еще и релаксатор. Вот это очень важный момент. Потому что освободить, снять мышечное напряжение с позвоночника, руками, массажем, можно. Но это очень тяжело. Это очень тяжело. И массировать там одну зону или другую зону, или последовательно, не нужно. Нужно сразу дать возможность самому организму вот это освобождение, эту релаксацию почувствовать. Вот в чем тут дело. И вслед за этой релаксацией точно так же, то есть, в ситуации релаксации будут находиться его внутренние органы. Вот я о чем говорю. Понимаете? Поэтому смотрите. Эппликатор Кузнецова, костный бульон, петрушка, которые лишние соли будут восстанавливать обменные процессы. Вот это остеохондрозное покрытие, наслоение остеохондрозное по всему позвоночнику будет потихонечку снижаться. Улучшится кровоток и лимфоток. Это еще один момент, чрезвычайно важный для вашего организма. И мальчик потихонечку будет адаптироваться к его ситуации. И позвоночник потихоньку, не сразу, естественно, будет вопрямляться, приходить в себя. Вот что по этому поводу я хотел бы сказать. Скипидарные ванны, конечно, нужны. Через два дня на третий их надо обязательно делать. Эти ванны продолжаются недолго. Неудобств для ребенка никаких они представлять не будут. Наоборот, даже хорошо. Даже хорошо это будет, так мне кажется. Правда, я оговариваюсь о том, что я сколиоз сколиозом. А что есть у ребенка еще под этим сколиозом? Потому что там, где есть сколиоз, там надо обязательно смотреть состояние внутренних органов. Как они функционируют, как они работают. Понимаете? Это касается и желудочно-кишечного тракта. Потому что, извините, я о ребенке не буду говорить. А вот у взрослых, это точно совершенно там, где есть язва желудка. Там точно проблемы желудочно-кишечного тракта. То есть, там проблема позвоночника обязательно. Понимаете? Поэтому тут как бы одно от другого не уйдет. А скепидарные ванны, восстанавливая микрочасть, капиллярную часть нашего организма целиком, что я подчеркиваю, что очень важно опять же слушать, и не только кровоток, но и лимфоток капиллярный. Вот что делают скепидарные ванны. Вот он потихоньку будет весь организм и ребенка ставить, приводить в норму. Вот это очень и очень важно. Ну, вот так вот то, что я могу сказать по тому, что вы написали. Смотрите, Ник, тут, если вы хотите какие-то подробности, там, какой бульон, что, чего, не могу этого написать. Костный бульон, пишу, можно куриный делать, можно рыбный делать, можно делать из мелких костей. Вот для ребенка я бы, так сказать, советовал там куриный птичий или куриный бульон делать, но он должен готовиться 24 часа. Как, что делать, пожалуйста, напишите, я постараюсь вам ответить. Но конкретнее, вот конкретнее, расписать вам режимы. Сколько там брать скепидарной ванны, до каких температур поднимать раствор в залмановской ванне, вот этого я сказать не могу. Я не знаю, в каком состоянии находится ваш мальчик. Если дело только в позвоночнике, а еще раз повторяю, там, где сколиоз, надо смотреть, обязательно смотреть состояние внутренних органов. Обязательно. А вот в зависимости от состояния внутренних органов и должна делаться ванна по залманову. Почему я сказал, что с скепидарными ваннами по залманову имеет смысл, может быть, в Питере сходить в центр, который за него. Центр, а они есть в Питере, слава богу, который занимается лечением скепидарными ваннами в Санкт-Петербурге. Вот что я вам на этот счет посоветую. Более того, мне кажется, что обращаться на тот сайт, о котором написала Самира, огромное ей спасибо, заботливый человек, это очень важно. Это очень важно. Долгой души отзывается на болячку ближнего своего. Это так. Думаю, что ваши ортопеды делают все то, что делает этот доктор, о котором написала Самира. Ничего нового там нет. Те тренинги, которые, наверное, будут стоить достаточно больших денег, вряд ли вам в этой ситуации что-то прояснят. Хотя я, безусловно, могу быть неправ. Неправ. Но вопрос у меня сегодня только один. Вот Ника. А сейчас я перейду к основной теме, нашей с тем, чтобы мы с вами не забывали. Программа по очищению организма. Ай. Что удивительно. Понимаете, вот я там три или четыре встречи назад наших, по-моему, это было где-то в конце октября, я первый раз вам сказал, что вот есть такие травы, есть такая книжка, которая называется «Защитимся травами». Там есть такие перечень трав интересных. Там петрушка, душица, лист черной смородины, календула, чистотел. То есть самые такие известные для вас всех травы. И все ухватились за это. И тут же они начали думать о том, что эти травы лечат что-то. Понимаете, они лечат, на самом деле лечат, но они лечат нас целиком. Безотносительно какой-то системы или безотносительно какого-то органа. Безусловно, есть, ну, как бы предпочтение. Скажем, петрушка, предпочтение я бы отдал мочевыводящим путям. Скажем, отвар корня лопуха, корень лопуха самый, да и сам лопух, это в большей степени желудочно-кишечный тракт, это абилиарная система, то есть печень с желудочно-кишечным трактом, это лёгкие, он входит в этот самый ареал действия лопуха. Душица дыхательная система, в большей степени наши лёгкие с вами, ткань лёгочная, что невероятно важно для нас с вами. Понимаете? Ну и так далее, и так далее. То, о чём мы сейчас с вами говорим, будем говорить, по крайней мере. Это и есть путь к восстановлению себя, к оздоровлению себя и к тому, чтобы не сдаваться со временем и, если хотите, не стареть. Потому что это путь, который помогает вам сохранить молодость тканей ваших, костей, скелета, волос, всего. Всего. Мы начали с вами тогда, я перечислил все эти травы, сказал, что вода, безусловно, остаётся, эти полтора-два литра для человека в обязательном порядке, и питания. О питании мы не говорили подробно, потому что, ну так, питание известно, как мы давно для себя сформулировали, и травы. Для чего, как, почему, и для чего, и что они делают. Ну вот я сегодня начну вот с чего. Эти травы занимаются самым глубинным очищением организма. То есть, вот, если сказать, сегодня я вам хочу наговорить программу, которая называется «Глубинным очищением организма органов тканей, скелета, всего». Самое трудное в очищении организма – это очищение костей, суставов, хрящей, наших слизистых, тяжей, на которых находятся наши органы, которые под течением времени почему-то растягиваются, как резинка, и перестают сжиматься, подтягивать перестают. Свойства пружины теряют, понимаете? Вот то, что происходит в гинекологии довольно часто, с почками довольно часто, у мужчин особенно это происходит. Все оно так есть. А потом вот эта вот способность этой ткани вернуть, да, с ее тканью вернуть, вот эту способность быть эластичной, мягкой, пружинистой, к сожалению, великой стечением времени теряем, если мы не обращаем на это внимание. Вот в прошлый раз мы говорили с вами о том, что для чего нужны эти травы. Для того, чтобы усилить очищение организма, и, причем на очень глубокий уровень, на уровне межклеточного, межтканевого пространства, и усилить лимфодренаж, через который вот эти процессы, благодаря находящиеся у нас, ведь Бог не так все придумал, не так плохо, если посмотреть на нас с вами, так вот с точки зрения Бога. Как он все предусмотрел? Он предусмотрел и антиоксидантные эффекты, с тем, чтобы снять побочные эффекты от окислительно-восстановительных реакций, предусмотрел. У нас есть ферменты, которые этим занимаются. Он предусмотрел лимфу, лимфоток, причем, который движется у нас от ног сюда, кверху, к груди, к грудным протокам. Вот что очень важно, понимаете. И лимфа выносит с собой огромное количество ненужного мусора, и нужного тоже, кстати, если вы перебрали чего-то, и нужное тоже, и отправляет лимфоузлы, и, собственно говоря, отправляет в желудочно-кишечный тракт или в мочеводящие пути, и таким образом очищает организм. Или выбрасывает с потом на кожу нашу. Понимаете, то, что мы творим со всеми этими проблемами, не передать. Я скажу только одно, назову только одно. Знаете, как называется, у меня довольно часто спрашивают, как я отношусь к Малахову. Да я отношусь к нему хорошо. Понимаете, он собрал огромное количество рецептов, огромное количество процедур, упражнений, целую энциклопедию народной медицины собрал. Да это великий труд, великий труд. Как я отношусь к Ивану Павловичу Неваке? Да замечательно. Но при этом я не забываю о том, что Иван Павлович был потрясающим доктором, профессором, доктором наук. Все оно так, все оно есть, все точно. Понимаете? Да, он это делал. Но каждый доктор сегодня, это специфика, от которой никогда медицина долгое время еще не уйдет. Хотя мне кажется, что в последнее время наша медицина повернулась в сторону не разделение человека на составные части. Вот невролог занимается этим, эндокринолог занимается этими железами, гастроэнтеролог занимается у нас желудочно-кишечным трактом, печенью, эндокринолог занимается этим, дерматолог занимается кожей и так далее, вы понимаете, да? А вот не было специальности, которая занималась бы всем, всем терапевт. Он назначает, он определяет, он назначает лечение, выписывает и так далее, и так далее, и так далее. Но он, как вам сказать, он учитывает чисто механическую часть. Понимаете? Механическую часть. Он поможет вам при симптоматике определенной. Конечно, в этом смысле чрезвычайно показателен вот этот самый сериал, который называется «Доктор Рифтер». Очень показателен. Ну что вы, Господи Боже мой, смотрите, докопаюсь, докопаюсь, найду препарат, я его дам и вылечу. Да не вылечит, к сожалению. Понимаете? Вот сейчас появилась, она давно, эта специальность появилась, но в силу того, что программа «Помоги себе сам» начиналась с таких серьезных контактов с иммунологией нашей. Вот в формировании этой программы принимал участие Анатолий Николаевич Идеев, вице-президент Международного общества иммунологов, Борис Борисович Першин, доктор медицинских наук. Понимаете? Я, так сказать, пытался понять, что такое иммунология для человека, и что такое, и есть ли еще что-то, кроме иммунологии, которое все-таки будет ставить на ноги человека, будет заниматься лечением человека. Вот сегодня этим, на мой взгляд, занимаются иммунологи. Иммунологи. Они восстанавливают межклеточные связи для того, чтобы наша иммунная система не теряла сил и была все время во всеоружии. Это очень хорошее, высочайшее дело для обычного человека, высочайшее дело, которое действительно помогает встать на ноги. Но есть еще одна ведь часть, вот то, что называется защитной системой организма. А это не только иммунология. Наше состояние кожи это защитная часть нашей системы. Микробиота, которая существует у нас внутри, это микрофлора кишечника, это микрофлора отдельных органов, которые существуют везде. Это сам микрофлора. В крови, в лимфе, в соединительной ткани, в пазухах, везде. На коже, под кожей, везде. Понимаете? Оказывается, она тоже входит в систему, в защитную систему нашего организма. Понимаете? Это тоже наши защитники. Огромное количество. И вот каким образом нам эту защитную систему, не только иммунологию, но нашу защитную систему сделать такой же устойчивой, активной и действенной, как иммунология. Как иммунная система. Вот для меня первое предложение, потому что, наверное, у врачей есть более точные какие-то обоснования, наверное, потому что есть люди, которые этим занимаются. Ну, доктор Петухов, например, в Москве, который занимается желудочно-кишечным трактом, чрезвычайно интересные наработки у него есть. Доктор Левин, про которого я говорил, тот же самый Борис Борисович Першин, о котором я говорил. Понимаете, это все, это есть. Это есть. Понимаете? А как этот механизм, как этому механизму, вот защитному механизму сохранить силу и устойчивость? А это ведь наша задача. И только наша задача. Больше этого не делает никто. понимаете? Я, например, смеюсь, я удивляюсь до сей поры, а почему вообще медицинская общественность об этом молчит? Потому что вот это бактериальное мыло, моющее средство, которое заставляет нас использовать, говорят, это так хорошо, никаких бактерий у ребенка, ничего, моешь руки, все, кожа чистая, все. Дорогие мои, а у нас на коже колонии бактерии, которые нас защищают. А эти мыло их смывают. И кожа оказывается беззащитная. Потом мы начинаем говорить, откуда угри, откуда это, откуда воспаление на коже, откуда дерматоза бесконечная, откуда лишаи. Да они отсюда. Понимаете, ребенок со щенком на улице почитал маму в ужасе, а вдруг у него лишай. А у него действительно может быть лишай, потому что у него кожа не защищена. И наши органы становятся не защищены. Всем известен диагноз диффузные изменения поджелудочной, паранхима поджелудочной железы, диффузные изменения печени, диффузные изменения почек, диффузные изменения еще чего-то, еще желез, там щитовидные железы, скажем так, диффузные изменения есть в фоловых органах тоже, они тоже есть, диффузные изменения, понимаете, которые провоцируют достаточно много заболеваний. А откуда эти диффузные изменения появляются? и вот в последнее время все чаще и чаще я слышу от врачей, что мне очень приятно, от врачей понимаете, о том, что вообще-то надо серьезно взглянуть на проблему детоксикации организма. Детоксикации. И понимаете, огромное количество средств появляется. вот, скажем, Малахов там сложил систему, при которой вы делаете клизмы, вы промываете, потом делаете тюбаж, потом делаете, пьете лавровый лист, потом вы делаете, вы идете потеть. Это все так. Это все так. Но это все вещи поверхностные. даже тюбаж или даже тогда, когда вы пьете лавровый лист для очищения суставов. Даже не беря в голову, что этот настой лаврового листа может привести к желудочному кровотечению, причем с такой силой, которую тяжело бывает остановить. вы же не задумываетесь. Вам оставили рецепты, куча рецептов, и вы начинаете все рецепты пробовать. А можете вы это делать или нет? Этот рецепт нужен вам или нет? Так вот, тогда, когда мы начинаем очищение организма, с воды, питания и трав, о которых я сказал, помните, я говорил о том, что каждая трава принимается две недели. Лучше, почему я тогда говорил, вы начинаете, скажем, смородину и чай, и петрушка, или смородина и чай и календула. Две недели. А потом вы берете следующую пару, скажем, календула и чистотел, и календула. Опять две недели. Опять потом вы берете, скажем, душицу и петрушку. Опять две недели. Потом вы берете петрушку и лопух, отвар корня лопуха. И опять две недели. Вон, я сколько наговорил. Почти два месяца. Но при этом не запомните, не запоминайте, что смотрите, значит, задачу этих трав входит очищение, дренаж нашей клетки, межклеточного пространства, дренаж межтканевого пространства, сброс в лимфоток и в кровь, обязательно часть этих шлаков или метаболитов, как нынче принято, то есть продуктов собственного обмена, они попадают и в кровь, безусловно. Мало того, они попадают в лимфоузлы или через лимфу попадают в лимфоузлы, попадают в желудочно-кишечный тракт и должны выбрасываться, но они же целиком не выбрасываются. А часть будет, вы же кушаете, вы пьете, вы кушаете, и поэтому часть этих метаболитов снова, по новому кругу, снова попадут в печень и из печени печень их отфильтрует и снова направит сюда, в желудочно-кишечный тракт, через 12-ти перстную кишку. Понимаете, вот такое кольцо. Так вот, понимаете, почему необходимо на второй неделе, на второй неделе, тогда, когда мы принимаем траву, ну, к примеру, чистотел и календулу, я принимаю две недели, первую неделю я просто их пью, потому что травы работают медленно, они не работают так, как химическая таблетка, нет, они работают медленно, это часть природы, а природа начинает работать тогда, когда она адаптируется, когда эти вот травы, что вы пьете, ну, пристраиваются что ли, к тем процессам, которые протекают у вас в организме, находят свою цель, начинают выполнять свою задачу, и они потихонечку начинают работать, работать, очищать и клетку, и межканевое пространство, более того, понимаете, вот за лопух и календул, они вместе, они выполняют вообще гигантскую работу, они не только очищают межклеточное пространство, особенно заметно вот на чем, о том, что они прекрасно работают, понимаете, тогда, когда начинают неожиданно, зачастую, вот мне часто звонят и говорят, вы знаете, полипы исчезли, надо же, были полипы в толстом кишечнике и исчезли, слизистая восстановилась, то есть, вот это вот очищение изнутри, тогда, когда мы, знаете, как вот у растений какого-то, у полипа, который растет и хорошо питается на основе того мусора, который мы ему дали в соединенной ткани, да, вот ведь какая вещь-то, да, и как только мы это питание у него, вот это вот необходимое биологическое ему субстанцию начинаем убирать, выводить из себя, у него, извините, ради бога, условия для формирования вот этого, этой популяции полипов исчезает, значит, нет необходимости и эти, этим полипам расти, этим полипам расти, они теряют свою задачу, потому что полипы это собиратели, это как вот грибы, которые растут на гнилых деревьях, или растут на кучах навоза, а не собирателей того, что там накопилось, того вот ядовитого мусора, без которого мы обойтись нельзя, без которого мы можем вполне обойтись, и когда у нас не было этих полипов, и слизистая желудочно-кишечная тракта была хороша, и она работала, все было хорошо, но когда начали работать, вот тогда-то на второй неделе, на второй неделе мы с вами подключаем к этим вот, к этим травмам, подключая, продолжая их, подключаем на одну неделю сорбенты, которые улучшают выброс тех метаболитов, которые ежедневно, ежечасно, ежеминутно кровь и лимфа, через лимфоузлы поставляют в желудочно-кишечный тракт. Слава Богу, что у нас лимфоузлы занимаются обеззараживанием, что ли, вот этих вот ненужных продуктов, но там ведь есть еще одна вещь, вот среди этих метаболитов, этих продуктов нашей жизнедеятельности есть не только плохое, но есть и хорошее, есть и хорошее, но лишнее, а лишнее у нас с вами в организме, уверяю вас, огромное количество, потому что мы едим, во-первых, непонятно что, непонятно зачем, непонятно как, и вот таким вот образом, проходя первые, скажем, первую декаду, скажем, четыре пары трав, или пять пар трав, или шесть пар трав, все по порядку мы идем, причем, если посмотреть, у них у всех есть одно замечательное условие, они все ориентированы на выделение, на выброс, они ориентированы на кишечник, на лимфоузлы, они ориентированы на мочевыводящие пути, и они ориентированы на выброс через кожу, вот, 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 на что надо обратить внимание, вот какая интересная вещь, практически все, в той или в другой степени, и поэтому, тогда, когда мы проходим эти вот пары, скажем, трав с сорбентами, мы едим, мы кушаем, мы пьем, это необходимая вещь для нас с вами, необходимая абсолютно, понимаете, мы все время туда чего-то, чего-то сбрасываем, и при этом мы понимаем, что, вот, скажем, эта проблема, это заметно, там, в течение первых двух недель ничего не изменилось, а в течение двух, следующих двух недель стало лучше с этим, стало лучше с кишечником, меньше запоров, вот если эта пара трав, эта трава работает, назовем вот так, значит, нужно продолжить еще на две недели, но подключение сорбентов надо обязательно сохранить, первую неделю вы принимаете эту траву, на второй неделе вы эту траву продолжаете, но добавляете сорбент три раза в день через полтора часа после еды, три раза и на ночь, два раза после завтрака, после обеда, после ужина можно, а можно просто на ночь, в зависимости от того, какие лекарства вы принимаете и каково назначение врача, это вот надо точно знать, потому что надо помнить, что сорбент должен приниматься через два часа после приема лекарств и не раньше, лекарство должно работать, вы поняли, что у вас эти травы работают хорошо, зачем же от них отказываться, тогда вы, пожалуйста, продолжайте, но опять первую неделю вы просто принимаете эти травы, а на второй неделе, на второй неделе вы снова подключаете сорбенты, у вас ничего не изменилось, вы подключили следующую пару, и таким образом я вот сейчас то, что сейчас говорю, в большей степени ориентирую на тех, кому 40 лет, у кого еще не все потеряно, потому что в 60-70 лет надеяться на то, что у нас до конца восстановим себя, нет, мы очень многое утратили, к сожалению, мне 75, и я это прекрасно понимаю, но наполовину то мы можем себя восстановить, чтобы активно работать, чтобы что-то делать, обязательно чувствовать себя нормально, чтобы проблем особых не было, чтобы вы спали, чтобы отдыхали, чтобы работали, чтобы все было, чтобы со внуками баловались, внуков обеспечивали, готовили, в конце концов, все, все, что нужно, чтобы вы это делали, нужно, теперь, и так по всем травмам проходите, иногда это занимает 3-4 месяца, 3-4 месяца, тут ведь, чем хорошо, вы это можете делать, и можете одновременно принимать препараты, которые назначили, симптоматические препараты, которые назначил вам врач, они работать будут лучше в этой ситуации, они будут работать лучше, травы никак не противоречат, понимаете, то есть, там такой войны между травами и препаратами, которые назначил врач, они, их нет, более того, травы помогут не скапливаться продуктом, как называется, неусвоенным продуктом от лекарства, частичком от этого лекарства, не осаждаться внутри нас, а выводиться, вот что очень важно, понимаете, теперь еще один момент, очень важный, но, видимо, на этом я остановлюсь, потому что дальше, я буду так же подробно рассказывать о том, что мы будем делать дальше, есть еще один момент, понимаете, а у нас ведь, вот к определенному возрасту накапливаются проблемы, а с лимфатической системой, варикозное решение, вен, геморрой, отеки, проблемы с сосудами, обязательно ноги, варикозы, всякие еще сосуды, ишемические, и стенокардические, всякие другие боли, понимаете, почки перестают работать, камни в почках или в желчном пузыре накапливаются, все вот так есть, понимаете, вот это учитывать надо, обязательно, поэтому я очень советую вам, по мере того, как вы приучили себя к умеренному питанию, я не призываю вас к голоду, я понимаю, от чего, скажем, во вчерашней передаче, вчера была передача «Наука и мы», я смотрел ее, речь, казалось бы, была не на нашу тему, а речь была, шла о Боге, через 10 лет, докажет ли наука существование Бога, или не докажет, да мне кажется, существование Бога и доказывать не надо, не надо, но там была, прошла очень интересная информация, вот о чем, о том, что верующие люди, верующие, семьи, люди, по-настоящему верующие, ведь вера, это не в том, чтобы побежать сегодня в церковь, поставить свечку, а помнить о нем, а Бог говорит, помнить о нем, понимаете, вот что очень важно, вот важно, что, они живут на 4-5 лет больше, чем все остальные, вот безотносительно всего, они живут в тех же условиях, что и мы с вами, едят то же самое, но живут на 4-5 лет дольше, так вот мне кажется, что живут дольше они на 4-5 лет, благодаря вот тем самым постам, которые распределены в течение года, потому что что такое пост? Это очищение организма, на самом деле, даже если я не буду говорить о чистоте души, об очищении души, о прощении, о прочих вещах, которые касаются верующего, находятся в необходимом присутствии в наших мыслях, тогда, когда говорим о Боге, а именно постам, потому что вот там регламентируется, да, наша еда, наше питье, наше все, мы должны войти, обязаны войти в жесткий режим, поэтому это не голод, это еда, еда, которую вашу жизнь обеспечивает, но если вы придерживаете этих постов, вы толстым-то не будете, а это значит, вы сохраните в лучшей степени вашу сосудистую систему. И самое главное вот что, ну, это на самом деле, это и самое главное, это и самое главное, но вот что еще, значит, вот я все время говорю о том, что необходимо в рацион свой включить смесь творога и льняного масла, почему? Льняное масло нам так же важно, а может быть и важнее, чем рыбий жир. А рыбу-то, посты, помните, посты, включают в рацион обязательно. Понимаете? Почему? Потому что, вот смотрите, какое количество препаратов везде. Омега-3, 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 берите, покупайте, килограммами, ведрами, литрами, капсулами, жидкими, омега-3, оно и сосуды, и держит в сердце, и держит ваши мышцы, все правда. Кроме одного. все, что есть в нас и витамины, и жиры, и углеводы, и белки, они должны находиться в определенном соотношении. Понимаете? соотношение. И когда вы получаете продукт с этим соотношением жиров, скажем, тоже омега-6, омега-3, он идет на пользу вам. На пользу. Может быть даже на первых порах вызовет какое-то обострение. Может. это только потому, что ваш собственный организм перешел на глупое самообеспечение. Глупое. Почему глупое? Потому что он перешел, чтобы... Ну, вы его кормите все время омегой-3. А ему еще омега-6 нужна. А он недополучает. Поэтому он кое-как из этой ситуации выкручивается. Он хочет из нее выйти. Так вот, в льняном масле вот это соотношение одна треть одна часть омега-3 плюс одна третья от этой части омега-6. Вот это соотношение, которое нашему организму необходимо. Плюс ферменты, плюс белки. Плюс вот то, что нам очень нужно. И я потихонечку с самого начала в еду обязательно вводил бы. Да, я все время говорю про отруби, про овощи, про это. Никто об этом не говорит, кроме меня. костный бульон. Костный бульон. Костный бульон. А костный бульон – это, извините, ради бога, так, как это называется, костный бульон. А это живая субстанция, в которой есть весь состав необходимый организму человек. есть, конечно, температурные изменения. это все, все оно так, когда мы его готовим. Но этот отвар – это своеобразная вытяжка всего, что нам, человеку, крайне необходимо живому существу. Взятая от живого существа и выведенная в раствор, в бульон. И этот бульон человеком принимается, а там есть все. Там и коллаген есть, там и гиалуроновая кислота есть, там и хондроитин есть, там все есть, там кальций есть, там таблицы Менделеева есть, жиры там есть. Причем в тех балансах, в тех соотношениях, которые нужны нам. Не укарливать себя костным бульоном. Но хотя бы, как пищевая добавка, по 100 грамм, по небольшому количеству. Понимаете? Вы его принимаете три раза в день. И, как ни странно, он приносит вам правильную форму, правильную форму питания и энергообеспечения, причем вот этих отходов безумных, лишних белков, лишних жиров, из которых там печень старательно делает холестерин, берет на себя лишний жир, начинает разрастаться, начинает покрываться жиром, а то говорят, вот гепатоз, что же такое же, печень-то жирная-жирная, ох, садитесь, пожалуйста. Понимаете, какая вещь-то? И таким образом мы с вами потихонечку идем. Травы делают нам лимфодренаж, омега-3 льняное маслице делает нам, самое главное, обеспечивает обеспечение, извините за тавтологию, обеспечивает перенос воздуха, кислорода воздуха в кровь. Костный бульон обеспечит все, что нам нужно, необходимо по ферментам, по микро-макроэлементам, по солям, по всему. Кстати сказать, этот творожок обеспечивает нам с вами и сосудистую, в жизнь сосудистой, капиллярчиков. Единственное, нам эти капилляры надо восстановить. Помните, Залманов говорил о том, что вообще-то каждый капиллярчик это маленькое сердце мое. Это маленькое мое сердце. Вот что очень важно-то. Начинаете делать вскипидарные ванны, да, вы очень хорошо, прекрасно себе начинаете работать по восстановлению вашей сосудистой системы. И не надо там экспериментировать температуры 45, вскипидара как можно больше, да и не в этом дело. Наш организм живет не за килограммов и литров, он живет за микрограммы, за счет микрограмм, потребления микрограмм, вот что очень важно. Вот о чем надо думать. Ну и последний. Почему? Поэтому вскипидарные ванны уже можно вводить, но прежде чем вводить вскипидарные ванны, надо вспомнить о том, о чем мы с вами достаточно долго и много говорили. я имею в виду рассеянную ишемию. Вот я сегодня начинал программу с попытки помочь Нику с его сынишкой 14-летним. Понимаете? И говорил о вскипидарных ваннах. Еще по-настоящему я должен был бы ему добавить в начале не вскипидарные ванны, а солевые ванны. Почему? Потому что каждый человек, вот из моих современников, более молодых особенно, они страдают, это все пациенты психотерапии, психотерапевтов. не то, что они сумасшедшие, да нет, ни в коем случае. А психотерапия занимается напряжениями, которые возникают на уровне центральной нервной системы и психики в силу стрессов, в силах напряжений, которые возникают на работе, там, там, там. У нас навалом сегодня причин для того, чтобы испытывать эти неприятные стрессы. К сожалению, великому дистресс следует за нами просто по пятам. Так вот, для того, чтобы. А это, мы зачастую перестаем спать, мы зачастую перестаем пить или наоборот начинаем есть, начинается жор бесконечный, потому что пища приносит нам удовольствие и эти напряжения в какой-то степени снимают и, соответственно, очень трудно с этим справиться. вот, для того, чтобы эту, хотя бы это вот состояние привести более-менее в приличное, в приличное отношение, в приличное, это вот, в этом вот состоянии нашей психики привести хоть в какую-то норму, относительную норму, хотя бы наладить сон, хотя бы вернуть настроение, хотя бы, ну, определить для себя какую-то, какую-то нормальную цель. Вот тут-то и нужны солевые ванны, обычные солевые ванны, комфортные, которые приносят облегчение многим людям. Они об этом даже не понимают. Они не думают о том, что это психотерапия, что это вот напряжение, что это вот рассеянная ишемия и прочее, прочее. Нет. Они об этом не думают. Да и не надо. Вы должны просто понимать, для чего это нужно. делайте просто ванны. И получать от этого удовольствие. Очень важно. Вот это удовольствие, которое вы будете получать от этих вот ванн, оно будет у вас уводить и от лишнего жора, и от лишнего алкоголя. Если вдруг у вас появляется эта привычка, формируется эта привычка, эта зависимость, будет вас уводить. И вот таким вот образом вы идете по жизни целым комплексом. Вот когда вы этот комплекс пройдете, в чем с остановкой, с какими? Я имею в виду, вот вы нашли свои травы, которые вам помогают. Замечательно. Используйте их. И не надо больше там чего-то искать. Не надо. Вы можете дальше вернуться к ним, поняв, что чего и как. Понимаете? Вот оно что. И дальше уже надо переходить к более, как спортсмен, как спортсмены. Понимаете? Вот я, я научился бросать диск на, метать диск на 10 метров. замечательно. Но мне надо на 12. И поэтому я делаю это с большим усилием, с большим напряжением, с большей динамикой, с большей энергией. И бросаю таки этот диск на 12. Со здоровьем надо поступать точно так же. Его надо тренировать. Здоровье наше должно, надо тренировать. Но для того, чтобы его тренировать, нужно хотя бы базу здоровья сформулировать, сформировать. Вот в чем тут дело. А нас этому учить не будут. Потому что все, что мы сегодня вокруг имеем, видим, слышим, да и читаем, это реклама, которая вас зовет к тому, чтобы вы получили удовольствие. Удовольствие, чтобы вы наелись, чтобы вы напились вот до сей поры. Понимаете? Чтобы вы, извините, сходили сразу к десяти женщинам, а не к одной. Понимаете? Или женщина пойдет к десяти мужикам, а не к одной, не к одному. Понимаете? Вы заплатите деньги. А раз заплатите деньги, значит, надо больше, больше, больше. Наши состоятельные люди ведут здоровый образ жизни. У них врачи, которые за ними наблюдают, они смотрят, они все, они не переедают. Все так. У них тренажерные залы, в которых они держат себя в норме. Вот посмотрите на Гасманова, потрясающе совершенно. Вот он тренирует себя, он тренирует свое здоровье. А мы с вами что делаем? А мы его транжирим. Транжирим, проедаем, пропиваем, просыпаем. Недаром один из самых страшных грехов, о которых мы должны думать, это лень, невежество и отсутствие понимания меры. Одни из самых страшных грехов. Вот и все. Если это надо вам, я продолжу. До конца декабря точно я буду продолжать это делать. Выстраиваю эту программу пошагово. Что непонятно, что это? Пожалуйста, пишите. Даже если вы считаете, что это пустопорожняя волтовня, которая никому не нужна, напишите об этом. тогда я перестану просто вешать лапшу на уши. Это называется так. Всего вам доброго. До свидания. Надеюсь, что встретимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok